Всем привет! В сегодняшнем подкасте пойдет речь о финансовой безграмотности и как с ней бороться. Сейчас в Швеции собираются убирать все школьные предметы и вводить один предмет под названием «Жизнь», который будет готовить людей к жизни. Будут разбираться социальные аспекты поведения в обществе, по каким канонам строить семью, по каким канонам друзей строить, как финансово быть грамотным и так далее. То есть это совершенно революционная программа, по которой впервые в истории человечества людей будут учить жить. А все остальные системы образования в мире, даже те, которые занимают первое место в мире, я считаю, что они абсолютно устарелые, непрогрессивные и так далее. Они заточены максимально под создание ученых. То есть в большой степени во многих странах мира идет акцент на то, чтобы создавать ученых людей, от чего потом люди, которые хотят связать свою жизнь с университетскими профессиями, в особенности такими точными науками всякими, или наоборот, естественными науками. То есть люди, которые креативно не развиты, спортивно не развиты, у которых один профиль талантов, скажем, их пытаются очень сильно поддерживать. И все системы образования всего мира заточены в основном только под таких людей. Есть там в Америке, конечно, параллельно, альтернативно с университетами у них пытаются развивать спорт. Но, в принципе, все, что они развивают, это только американский футбол. Ну, в каких-то других странах есть какие-то элементы того, что пытаются выхватывать каких-то музыкально одаренных детей, параллельно развивать. Но общая система образования фактически ни в одной стране мира не развивает никого, кроме академически заточенных людей. То есть все остальные просто остаются на задворках жизни. В жизни не могут реализоваться, карьерные не могут реализоваться и так далее и тому подобное. И, учитывая тот факт, что очень многие люди полностью полагаются в вопросах воспитания и развития на школу, то у детей, в том числе современных, не поступает эта информация и от родителей. Ну и начнем с того, что родители сами достаточно безграмотны. Сейчас в Чехии выявлена такая проблема, что чешские дети финансово очень неграмотные, как оказалось, как показала эта пандемия. Безусловно, я абсолютно точно уверена, что эта информация возникла только потому, что я читала ее на чешских сайтах. Поэтому чехи обсуждают себя и ситуацию, которая у них сложилась. Я уверена, что если обсуждать все остальные страны, будет ровно такая же система, потому что система образования фактически везде одинаковая, что касается преподаваемого материала. Она может быть в каких-то странах потяжелее, в каких-то поменьше, в каких-то полегче, точнее, в каких-то странах она преподается в более больших объемах, в каких-то более маленьких, но система вся одна и та же. Нас не учат реальной жизни, нас учат каким-то фактам и данным, которые мы только в определенном возрасте начинаем понимать, как ими пользоваться. Поэтому сейчас в чешском обществе вспыхнула эта тема, и она уже обсуждается в прессе очень активно, что чешские дети оказались очень сильно неграмотны финансово, ввиду чего министр образования Чехии хочет делать какие-то изменения в системе образования, потому что люди не могут донести детям, что такое кризис с экономической точки зрения. То есть дети даже там 12 лет отказываются понимать, что такое в семье нет денег или семья переходит в систему экономии. Естественно, не только об этом сейчас говорится, что они это не в состоянии понять, но и в том числе, что даже такую банальную вещь, как то, что семья переходит в режим экономии, дети не понимают. И чем младше они, тем больше они этого не понимают. Конечно же, это связано с тем, и почему в Чехии вспыхнула эта тема, потому что за последние 15 лет Чехия пережила невероятный экономический бум. Она очень сильно развелась, и из развивающихся стран она в том числе стала развитой по всем экономическим показателям. То есть экономика Чехии работает, по крайней мере, работала до текущего кризиса очень хорошо. Из-за этого все дети, которые родились за последние 15 лет, по своей сути, абсолютное большинство из них родилось в системе, в стране и в семье, где не было финансовых затруднений. Они в своей жизни никогда не слышали слова «нет». Если только это 125-я конфетка в день, тогда они могли услышать «нет». Поэтому они абсолютно не понимают, что такое семья экономит, что такое «нет, мы не поедем в отпуск в этом году, потому что кризис» и так далее. И вот с таких маленьких основ мы постигаем то вообще, что творится глобально в обществе, до какой степени этой теме в обществе вообще не уделяется внимания. Абсолютно точно могу сказать, что хорошая половина даже моих реальных знакомых, будучи совершенно взрослыми людьми в вопросах финансов, полной про фаны. Я в абсолютно тоже в очень большой степени абсолютно точно про фан, и мы тоже каждый день учимся в нашей семье, мы каждый день проходим школу жизни, которая иногда сулит и потерю денег, и неправильные инвестиции, и так далее, и тому подобное, потому что нас этому никто никогда не научил. Вся система была заточена таким образом, что этот предмет просто не разбирался. Поэтому совершенно взрослые люди неосознанно влазят в долги неподъемные, берут ипотеки, которые они даже с разницей на ближайшие просто 5 лет не могут просчитать, будут ли они в состоянии отдавать эту ипотеку, не говоря о том, что кредиты и ипотеки люди берут на 15, на 30, на 35 и даже 38, даже 40 лет. Чешская система позволяет брать всевозможные виды кредитов до 70 лет. Вот представьте себе, что 25-летние, 30-летние люди влазят в 40 лет и больше на долг. Поэтому тут не знать, какие вещей мы просто себе не можем позволить, потому что по факту мы себя просто можем посадить в пожизненную лужу, если мы не будем разбираться. И в том числе от подписчиков приходят вопросы, что как, по каким критериям выдаются чешские ипотеки, сколько вот надо иметь зарплату, чтобы там ее получить. И ты начинаешь отвечать людям, что, например, там общий стандарт, да, просто как пример привожу, что, например, тебе надо получать в 3 раза больше. То есть тебя банк сочтет платежеспособным, если твоя зарплата будет в 3 раза выше, чем ежемесячный платеж по ипотеке, например. Но когда я начинаю дальше более глубоко общаться с людьми, я понимаю, что они рассматривают эту ситуацию только с этой стороны. То есть только с одной единственной стороны. Сколько надо зарплаты, чтобы получить ипотеку? У них абсолютно не стоит вопрос о том, смогут ли они объективно ее платить. Я говорю, официально надо в 3 раза больше. Но у вас какая жизненная ситуация? Может быть, у вас 5 детей, вам не хватит денег, вы будете отдавать просто там треть или половину своей зарплаты за ипотеку, к этому прибавится очень высокая коммуналка, которая в Чехии высокая, к этому прибавится фонд ремонтов, который в Чехии высокий. Итого вы за квартиру будете платить еще в 2 раза больше, чем ипотека. Вы готовы к таким растратам? И я вижу по реакции людей, что они об этом никогда в жизни не думали. То есть они собираются вписаться в 40-летний долг, совершенно не понимая, как это функционирует, какие риски и какие вещи и так далее и тому подобное. Я сейчас вообще не говорю к тому, чтобы не брать ипотеку, потому что у меня тоже есть там знакомые люди, у которых очень тяжелая ситуация жизненная, много там детей и так далее, у них не хватает на то, чтобы купить квартиру. Они годы и годы и годы не берут ипотеку, потому что убеждены, что ипотеки – это зло. Понятно, что это два разных сегмента, стоящие на разных совершенно сторонах вопроса. Одни люди, которые бездумно совершенно влазят в долги пожизненные, другие люди, которые могли бы помочь своей семье решить жилищный вопрос, но ввиду того, что они боятся с этим связываться, они просто не берут. Мы не будем говорить об этих крайностях. Но глобально между ними всеми находимся все остальные мы, общее количество населения, общества, которые просто безграмотны и полагаются большей частью в каждом финансовом вопросе на систему. То есть я подписываю эту ипотеку, потому что все ее берут. Я беру этот кредит, все ее берут. Я беру в лизинг-машину, но вся же Америка вот так живет, почему бы я не мог взять. Я там даю столько-то денег карманных своему ребенку, но я никогда не задумываюсь, на что он тратит. Обучил ли я его грамотно тратить и так далее. Деньги просто утекают. Очень многих людей реальные проблемы, чтобы как-то организовать свой бюджет. То есть они подходят к концу месяца и только тогда, в конце месяца, обнаруживают, что они не в состоянии дотянуть до конца этого месяца и закрыть все свои счета. Это очень частая ситуация, в которую попадают люди. Безусловно, однозначно я могу сказать, что в моей жизни никто и никогда мне этого не сказал. Это не разбиралось в школе, это не разбиралось в семье. У меня никогда не было примера. И многие вещи, вступив в ранний брак и сразу же с 19 лет ведя совместный бюджет с мужчиной, мы столкнулись с реалиями того, что распределение бюджета — это серьезная штука. И если ты где-то начинаешь материально подниматься, то это начинает быть штука еще какая. Одно дело, когда ты живешь просто от зарплаты до зарплаты, другое дело, если у тебя появляются какие-то деньги и тебе необходимо какими-то активами, акциями обзаводиться и так далее. Тут начинается совершенно другая малина, как свою семью не подвести, как не потерять ее капитал и так далее. То есть как только появляется какая-то денюжка лишняя, ты совершенно по-другому начинаешь смотреть на этот вопрос. И это уже начинает быть серьезный вопрос на ближайшие много-много лет и в контексте помощи родителям, и в контексте помощи детям, и в контексте удержания себя на определенном уровне жизни, и того, чтобы не потерять эти деньги, того, чтобы не инвестировать их неграмотно и так далее, и тому подобное. Поэтому я очень долго, например, эмоционально готовилась к покупке квартиры вообще. Я очень долго выгадывала момент, чтобы купить жилье только тогда, когда оно было на пике низости своей стоимости, как грамотно он называется, на самой низкой точке примерно, когда экономическая ситуация в стране была хорошей и так далее. То есть я поджидала момент. Это не было так, что я просто с бухты-барахты, а, давай купим. Я много раз в своих видео поднимаю эту тему, я квартиру покупать не планировала и не хотела по очень многим причинам и так далее. Поэтому когда я впервые задумалась, я задумалась только в том контексте, чтобы грамотно инвестировать деньги. Вот это была единственная причина, почему мы, в принципе, стали обсуждать эту тему. Потому что в арендованной квартире просто жить проще в Европе. Вот, поэтому я стала взвешивать этот аспект только тогда, когда все те экономические факторы, которые, изучая их годами, я начинала понимать, то только тогда я подумала, что это может быть нормальным сохранением, приумножением капитала. Вот только тогда я как бы в это полезла. Вот, и, наверное, ко всем большим покупкам в своей жизни нужно подходить очень чётко. Очень-очень чётко. И в итоге мы возвращаемся к тому, с чего мы начали, что система образования не позволяет нам это понять. Она не позволяет нам понять, как грамотно инвестировать. Она не позволяет нам понять, как грамотно покупать. Потому что покупки тоже огромная проблема, которая стоит перед современным человеком. мы совершенно не умеем покупать. И даже то, что я вижу в своих реальных примерах, на примере реальных людей, которых я знаю, не говоря уже о том, что я вижу в интернете, где я там многих деталей не знаю, когда ты сталкиваешься с каким-то человеком, что очень многие люди просто совершенно неправильно покупают. И здесь есть одна философия, которая говорит о том, чтобы покупать только качественные вещи. Вторая философия говорит о том, чтобы жить нужно по кошельку. И в итоге где эта золотая середина? И какой процент придерживается её? Тоже очень спорный вопрос. Потому что очень многие люди, они склонны покупать вещи абсолютно точно не по карману себе. Причём они могут, например, очень плохо питаться, носить очень дешёвую обувь, которая уничтожает им ноги, которые им должны служить ещё ближайшие 60-70 лет, ещё что-то. Но они покупают себе дорогостоящие консоли, телеки самые дорогие и так далее, потому что для них это развлечение, для них это важно, они в это готовы инвестировать и так далее. Тоже мы не научены. Поэтому, оказываясь перед этой ситуацией во взрослом возрасте, мы не понимаем, как грамотно поступать. Нам просто хочется. Этого телека не было в детстве, этой консоли не было в детстве. Люди просто идут и не задумываются, что эта консоль и телек будут значить для них то, что они должны будут у своей семьи забрать очень солидное качество питания, отдых, досуг, я не знаю, медицинские массажи, если кому-то уже в семье пора, и у него проблемы со спиной и так далее, и тому подобное. Очень многие люди, вот так вот резко что-то дорогое покупая, они просто потом не понимают, с какими последствиями они столкнутся, что они из семьи вынесут очень многие комфорт, чтобы обеспечить себе эту покупку, ну, как бы не продать эту вещь все-таки, а удержать ее, да. Вот. И то же самое, что есть люди, которые, наоборот, переплачивают. То есть есть вот на Ютубе некоторые очень хорошие финансовые каналы, которые ведут англоязычные люди, я их посматриваю, учусь, так сказать, финансовой грамотности, они говорят очень разумные вещи, и они, один парень рисовал прямо схему, почему бедные люди платят за все больше всех на свете. И абсолютно точно, я, посмотрев то видео, я абсолютно точно поняла, что так это и есть. И вот он приводил в пример всякие дешевые вещи, которые люди покупают, там, технику дешевую, дешевые пылесосы, дешевые утюги, дешевые там, холодильники, какие-то приборы, которые каждый день фактически в ходу, а холодильник так уж не фактически, а постоянно, каждую секунду нашей жизни он работает. И от него зависит очень многое. Расход электроэнергии, сохранность наших продуктов, которые тоже выливаются в деньги, комфортабельность, бесшумность, экологичность, много-много-много факторов, потому что это прибор, который работает нон-стоп всю нашу жизнь. Поэтому когда люди покупают дешевый, они в итоге оббирают себя и свою семью, потому что он может быть плохой энергетической группы, затраты слишком высокие будут в итоге на электричество, он может быть шумным, некомфортным, и это может влиять потом впоследствии на качественный отдых, он может не сохранять продукты, и тогда будут пропадать продукты, и нужно будет их выбрасывать. Или то, как вы готовите дома, будет продиктовано тем, что у вас плохой холодильник, и вы должны немедленно все, что купили, как бы приготовить, иначе оно испортится. Это тоже влияет на вашу жизнь. То есть много-много вещей, да, и теперь, если взять каждый предмет, который вы купили, то есть вы купили некачественные тарелки, вы купили некачественную разделочную доску, от которой отлетают какие-то частицы пластиковые, которые вы каждый день потребляете в себя, да, вы купили ароматическую свечку, и она некачественная, она воняет плохо, и у вас болит голова от нее, да, с ароматическими свечами, это, кстати, вообще не шутка ни разу, к слову. Очень много исследований существует, что дешевые ароматические свечи очень портят здоровье, очень сильно, вот. Вы там еще что-нибудь, еду какую-нибудь покупаете, самую дешевую, с пестицидами, да, пылесос самый дешевый, который каждую неделю в итоге барахлит, забивается, не работает как надо, постоянно вы сидите в этой грязи, каждый день бегая с этим шлангом, злитесь и так далее. То есть много-много-много-много вещей, которые по какой причине самые бедные люди переплачивают в итоге, потому что они убирают у себя спокойствие, удовлетворенность, чувство счастья. И к этому еще всему, в особенности в современном мире дешевые товары вообще не служат. Они сделаны таким образом, чтобы просто не работать длительно. Поэтому человек, который покупает дешевое, меняет это до бесконечности по кругу и в итоге никогда не прикасается ни к чему качественному, хорошему. То есть это опять-таки два самых разных противоположных сегмента, да, либо покупать наоборот то, что тебе не по кошельку, либо покупать всегда самое дешевое. И тут, естественно, у большинства из нас, рядовых людей, на все, что нам хочется, денег просто не хватит. Поэтому опять-таки здесь нужна вот эта самая финансовая грамотность, которой прибавляется еще и другие аспекты, на чем можно экономить, на чем экономить просто нельзя. Есть просто вещи, на которых можно экономить, на которые нельзя. Есть эксперты, у которых можно поучиться, что они говорят об этом, да, потому что они собирают данные на протяжении последних ста лет, когда существуют какие-то статистические исследования, как то или иное действие влияет в долгосрочной перспективе, на счастье, на здоровье, на воздух, которым мы дышим, на то, на то, на то, на то, и какие вещи можно купить дешевое, какие вещи дешевыми покупать нельзя. Какие расходы целесообразно делать в ситуации, когда вы сидите в долгах, нужно ли идти сейчас покупать эту консоль или автомобиль, или вы можете справиться без него? Это вопросы. То же самое, если ваш бизнес загибается от того, что у вас нет автомобиля, целесообразно ли его не покупать, потому что у вас нет денег, или имеет смысл отдолжить, купить и поднять свой бизнес на другой уровень. Это все очень разные вопросы, которые опять-таки большинство из нас не знают на них ответы, потому что мы с детства не приучены мыслить финансово вообще. То есть это огромная прореха в системе образования, в которой наши родители стали жертвой этой прорехи, их родители стали жертвой, и все они дружно передали это нам. И мы точно так же, не обладая этими знаниями, продолжаем передавать это своим детям. Эти темы не поднимаются, эти темы не обсуждаются, в школе тоже не существует никакой системы, и максимально впервые в жизни своей прикасаются к финансовым вопросам только те, кто учится на финансовой специальности. Я училась на политолога и на эколога, и в результате чего мой фокус вообще никогда в жизни не дошел до этой специфики вообще и до этой тематики. И никогда на профессиональном уровне мне никто в жизни не преподавал финансы. Единственное, что можно к какому-то финансовому образованию причислить, это когда я только приехала в Чехию, может быть, через год после приезда, просто для того, чтобы учить чешский язык, я ходила на различные курсы. У меня не было денег платить за уроки чешского языка, поэтому я записывалась на всякие курсы, где только я узнавала, что есть бесплатные, чтобы просто послушать чешскую речь и иметь возможность высказаться на ней. И то я ходила на всякие-всякие курсы, и в итоге я окончила предпринимательские курсы, курсы бухгалтеров, курсы бизнесменов и всякие-всякие. У меня целая гора сертификатов лежит с этих курсов, которые я позаканчивала только потому, что я хотела учить чешский. Вот это было мое первое, единственное знакомство вообще с финансами и с их распределением. И хотя бы в системе хотя бы предпринимательской деятельности нам рассказывали, как грамотно инвестировать деньги, какие ключевые вопросы существуют в построении своего маленького бизнеса, на что стоит потратить деньги, чтобы потом вернулись эти инвестиции, так сказать. Это был единственный раз. А так абсолютное большинство из нас вообще на каком-то профессиональном уровне с этим совершенно не сталкивается. И сейчас, конечно же, на Ютубе в этом плане идет революция. Во-первых, вообще вся публицистическая и блогинговая деятельность, она в мире сейчас невероятно развита, благодаря чему у нас стало доступно изучать эту информацию самостоятельно. Мы можем учить ее, не выходя из дома, прямо онлайн, мы можем взять ее в библиотеке, мы можем скачать ее из интернета, мы можем купить эту книгу и так далее. И очень многие всемирно известные финансисты, очень многие люди, кто реально разбирается в финансах, кто сопоставляет опыт последних 100 лет и учит финансовой грамотности, у них можно все это подчеркнуть. Поэтому в обязательном порядке это вообще ненормально, что в современном мире 12-леткам невозможно донести, что такое экономический кризис. Они не понимают, они впадают в депрессию, они к этому не готовы, нужно ребенка с детства к этому готовить, потому что в итоге потом он не готов в 12, он точно так же не готов и в 30. Все мы абсолютно точно не готовы, мы вообще не знаем, что делать, кроме как паниковать или переодолжать или еще что-то, мы абсолютно не умеем финансами распоряжаться. То есть как бы я не финансовый эксперт, поэтому я не хочу сейчас какие-то советы от бывалого раздавать, потому что я себя вообще не чувствую финансовым экспертом. Скорее причина, почему я записываю, это то, что на эту тему в обязательном порядке нужно обращать внимание, потому что по факту вы где-то сфилонили, не знали, не ответили себе на внутренние вопросы, потом передали это вашему ребенку, и ваш ребенок сидит в 30 точно такой же растерянный, как вы сидели в 30, и у них время будет еще похлеще. Когда нашим детям будет 30, мир будет еще более перенаселен, конкуренция будет абсолютно ожесточенная за ресурсы, деньги и так далее, там будет выживать реально сильнейший и подкованный в некоторых вопросах, и 100% финансы будут одним из основных параметров, по которым будут добиваться успеха и выживать на нормальном уровне за пределами этого выживания, извиняюсь за тавтологию, только те, кто более-менее прошаренный, более-менее грамотный, образованный. Вот такие вот дела. Поэтому обязательно вникайте, есть очень хорошие ребята на YouTube, которые все это рассказывают, которые учат грамотно инвестировать, и оставлю какие-то ссылочки внизу. Вот недавно Патриша, которую я смотрю, британская блогерка, она вообще абсолютно никогда в жизни ее канал не был финансово заточенным, она всегда вела развлекательные видео про моду и про косметику, и это был, наверное, единственный блогер, на кого я в этом сегменте была подписана, просто потому что она невероятно забавная, она до такой степени человек, который способен поднимать настроение, это вообще, вот, и в итоге она за время своей YouTube-деятельности, она очень популярная у нее, наверное, за 3 миллиона подписчиков, она заработала очень большие суммы денег и стала их грамотно инвестировать, инвестировать в недвижимость, и в итоге она поняла, что у нее весьма неплохо получается. На сегодняшний день у нее, у молодой женщины, есть 10 квартир в Лондоне, самая дешевая из них, за 600 тысяч фунтов стерлингов. Вот это состояние заработала она сама, она, по-моему, американка, вышедшая замуж за британца, она американка из достаточно бедной, бедной негритянской семьи, которая весьма сейчас весомый человек на европейской сцене финансовой, и в итоге она, наверное, полгода назад открыла канал финансовой грамотности, где высказывается не только она, но и высказываются всевозможные эксперты, финансовые консультанты, банковские работники, инвесторы, у кого длительная история инвестирования и так далее, очень много всяких суперинтересных фактов, очень много. Потом есть парень, не помню, как его зовут, оставлю ссылку на него, молодой совсем, наверное, года 22, который проводит всевозможные финансовые эксперименты. Например, пытается жить по абсолютному минимуму, вынеся все из квартиры, продав все, и живя только на базовых потребностях в один месяц. В другой месяц он там инвестирует деньги и так далее. То есть у него есть некоторые очень работающие теории. И он, по-моему, последняя сумма, которую он называл, он стабильно зарабатывает 48 тысяч долларов пассивного дохода в месяц. Вот это, по-моему, та сумма. То есть он всевозможными методами проб и ошибок, исключениями инвестиций, играми там с котировками, акциями всем на свете, в чем я ничего не понимаю, он достиг того, что у него пассивный доход превышает, у некоторых людей годовой доход, его пассивный доход в месяц. Вот так. Так что однозначно очень многие схемы известны. И совершенно точно туда вступать в финансовую грамотность можно без денег. И если вы даже думаете, что у вас абсолютно нету никаких денег, и тут не с чем даже и говорить, и не с чем работать, и вам никакой менеджмент денег вообще не нужен, потому что у вас нету, это неправда. Это неправда, потому что существуют огромные варианты, как инвестировать даже 2 доллара так, чтобы он приносил 5. Вот поэтому это доступно совершенно всем. И давайте в общем образовываться. Если вы какие-то хорошие каналы о финансовой грамотности знаете, то обязательно делитесь с нами. Все. Спасибо за внимание и пока. Субтитры сделал DimaTorzok